Друзья, добро пожаловать на геймстези, зовите меня Джекман и мы продолжаем проходить третьего видимака. В прошлой серии мы с вами вызвали из лап вечного огня лютика, теперь он снова на свободе, так что он может дальше петь свои баллады, гулять, бухать, но я думаю что это продлится недолго, он снова куда-нибудь встрянет и нам придется его оттуда вытаскивать, сейчас чтобы двигаться дальше по сюжету нам надо отправиться на скеллиги, но у нас тут в Новиграде еще куча, просто огромное множество дел и это все надо будет выполнить, потому что это интересно, это выгодно и вообще мы не будем конечно же торопиться. Так, дополнительные задания, что у нас тут есть? сыр и темные силы, обыскать поместье Аэромасса, используя ведьмачье чутье. От одного купца в Новиграде Геральт узнал историю чародея Аэромасса, судьба бедняги была ужасна, как и многие другие чародеи он был сожжен на костре, наследников у него не было, а потому обширное поместье после ареста Аэромасса стояло заброшенным и, если слухи об эксцентричном чародеи были правдой, могло скрывать множество загадок и ценных предметов. Интересно, это у нас гвинт, скачки, кулачные бои, черная жемчужина встретится с Нидасом возле обрушившегося моста к северу от Аринбурна. Так, собрать полную коллекцию карт, мастер бронник, разыскать кузня, а, понятно, это надо, короче, на скелике гнать. Воровская честь, получить у короля нищих награду за освобождение Рика? Да? Вознаграждение я хочу, да, ладно. Кабаре встретится с Лютиком в шалфее и розмарине, ну это как-нибудь потом, скачки, враг народа, поговорить с охотниками за колдуньями перед убежищем Филиппы. А, это у нас задание от Родовида. Родовид подождет око за око, встретится с Роше в его лагерю. С Бианкой повидаемся. Курьерская доставка, обвинить Мукса во лжи или забрать документы у Герда? Давай-ка вот мы с этого начнем. Так, все-таки надо разобраться, что делать с этим Гердом. Ну я попытался обвинить Мукса во лжи. Ну что-то ни хера ничего не получилось. То есть задание все равно осталось. Хотя либо обвинить, либо забрать документы. Я выбрал обвинить, но задание не выполнилось. То есть нам по-любому надо забрать документы. Не, пусики вон злятся. Хе-хе-хе-хе. Такие они странные. Еще тут вон. Ну чего вы прямо-таки злитесь-то прямо на меня? Так, Герд, а что же с тобой делать, блин? Самый правильный вариант это надо сыграть с ним в гвинт на эти бумаги. Это и это будет слишком подло с моей стороны. Давай, короче, играть в гвинт. Попробуем. Только не отказывайся. Удача, надо полагать, все еще на твоей стороне. Должно быть так. Сыграй. А Геральт хитер. Ой, блин, как я ненавижу гвинт. Ну и че? Так. Отменяет все эффекты погодных карт. Мороза, ливня или мглы. Возьмите из вашей колоды мглу и сыграйте эту карту немедленно. Давай вот эту возьмем. Вот. Ну и все. Начать игру. Противник ходит первым. У-у-у, у него Нильфгард. Ой. Он же Нильфгард побеждает, если будет ничья. Блин. Плохо это плохо. Так. И че? Ой, сколько у меня погодных тут. А почему нет солнышка? Ну, солнышко у меня вот. Фольтест. Фольтест. Хм. Блин, однерки. У меня че-то прям паршивые карты такие. У меня очень много погодных карт. Так. Вы берите, какую карту обменять. Давай вот эту обменяем. И какую-нибудь погодную давай. Так. Вот ливень. Блин. С равно фуфло получил. Знаешь че? Мы сейчас, короче, первый раунд будем проигрывать. То есть будем ходить в лыжными картами. А он пусть выкладывает крутые свои карты. Мгла. Пусть уходит. Давай-давай, выкладывай свои крутые карты. В смысле противник спасвал? Вот охренел, а? Я тоже пасую. Сволота. Я хотел из него побольше крутых карт вытащить. О, их ты, нифига себе. Ко мне затесался шпион. Ты охренел? Противник снова спасвал. Он хитер, слышишь? Он хитер. Ой, хитер-бобер. Твою мать. Вот так вот. Не ожидал, а теперь вот так вот. И вот так вот. Все. Я тоже пасую. Так, нам до рекордов. О, товарищи, это прям вообще хорошо. Че, я хожу, что ли? Ну, сразу с товарищей пойдем. Сейчас и второго выложим. Они подружатся. И очки у меня приумножатся. Я так разговариваю, так себя веду, как будто я прям такой, типа, это, знаток гвинта. Типа, все, понимаю. Нихера ничего не понимаю. Ой, блин. Ну, давай так. Ох, сейчас он будет выкладывать супер-карты. У него есть какая-то тактика. К ним? Шпиона? А я шпион? А, вот же глазик, точно шпион. Хорошо. Так, лови. О! Это у меня вообще красота. Если он какую-нибудь погоду сюда вот наложит, то у нас есть отменятель погод. Бьяночка. Так, а куда это вот? Вот это вот куда? Блин. Что у него там еще сколько карта? А, у него две карты. И плюс вот эта вот карта. А у меня только одна карта. Блин, слушай, плохо. Так, я себе поднасрал и ему поднасрал. То же самое сделал. Отлично. Ну, че я... Оп. Я не хочу пасовать. Если я сейчас отменю... Да, давай отменю. Типа пофиг. Конец раунда. И че, он выкинет? Погода. Отлично. С первого раза победил. Я выиграл? Да, я вижу. Выиграл, так забирай бумаги. Чтоб мне потом никто не говорил, что я порядка не знаю. Ни слова плохого о тебе не скажу. Бедненький дяденька. Из этих бумаг он столько настрадался. По голове бутылкой получил. В итоге он эти бумаги никуда, ничего не продал. В общем, тупо проиграл и все. То есть, все, что он получил, играя в гвинт, бутылкой по голове. Ну, будет ему уроком. Азартные игры, это зло. Надо играть в видеоигры. Желательно в хорошие. В такие, как Ведьмак 3, например. Или в Зельду. Просто я сейчас прохожу на канале еще Зельду, если вдруг кто не в курсе. О, держи. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. И сколько ты мне заплатил? Надеюсь, он эти деньги помыл. Он же их в сапоге держал. 20 крон всего? Я тебе задницу спас, а ты мне всего лишь 20 крон дал? Да не ему. А, ну это тоже испугался, ладно. Почему Геральт на того крестьянина замыкнулся, не знаю. Так, найти корабль идущий. Да не надо нам никакой корабль, блин. Отстаньте вы со своим кораблем. Так, кровь и вину нас вообще не интересуют. Дополнительные задания. Что у нас еще тут? Кабара нет. Око за око. Черная жемчужина. Мастер бронник. Скачки. Сыры темной силы. Что-то как-то они поменялись местами. Квесты. Мечи и варенники. Высокие вставки. Усиливайте вашу колоду для... А, это гвинт. Сколько здесь заданий, связанных с гвинтом? Гвинт. Потом вот гвинт. Там еще гвинт. Еще гвинт, блин. Неревгарский тайник. Найти следующий тайник, используя ведьма чуть-чутье. Давай-ка мы займемся вот этим. Да что ж ты делать-то будешь? Ничего не можешь делать. Не в кабы, я охотно. Что за тусовка? Барбекю жарите, не? Можно к вам? А, просто на травушке отдыхаете? Так неинтересно. Какое бы мясо жарили. Вот так слухи встряли, мухи. Тут что происходит? Он что, типа проповедь читает вот этой маленькой девочке? Нашел своего слушателя? Ни хрена здесь охрана. Чего тут много? Аж четвером стоят. Надо, кстати, все дерьмо еще продать. У меня же полно всякого дерьма. И тут у нас как раз... Рыночек. У тебя квест для меня? Кто тебя обманул? Давай, говори. Да уйди же. Ну, я тебе хотел помочь. Гарское отродье. Он меня посылает. Придурок. Купец, купец. Надеюсь, он все покупает. Генерация. Упадок традиций. Разложение морали. Лучший развал во всем Новиграде. Попрошу не толкаться. Всем хватит. Да. Тебя тут никого нет. Не толкаешь. И очень хорошо. Культура поведения превыше всего. Идиот какой-то. Давай, покажи мне свои товары. Ну, посмотрим. Так, что у нас есть на продажу? У нас на продажу просто много чего есть. Давай начнем. Чего? На 7? На 7? Вот этот вот обычный Новиградский длинный меч лучше, чем мой крутой меч? Это на 6. Так, ладно. Вот эти вот на 7 мы продаем. Это мы оставляем, это продаем. На 22? Продаем. Чего за фигня? Над моим мечом там, не знаю, мастер-кузнец трудился денно-ночно. А тут обычно какой-то Новиградский меч на 22 круче, чем мой. Охренеть. Так, надеюсь, у него денег-то хватит. Все. Теперь продаем рубашки и сапоги. Все. Так, давай-ка вот седло тоже продадим. Ксеновокс, но это мы точно продавать не будем. Роза памяти. Нет, это надо будет вообще отдать, Трис. Талисман. Благовоние. А вот голову эльфа стоит продавать или нет? Или где-то нам это понадобится? Обычно предмет написано. Но его, наверное, куда-то именно надо, кому-то именно дать. Конкретному. То есть, не какому-то там квестовому, но кто-то у меня это, скорее всего, купит за очень дорого. Блин, таскаю в кармане голову эльфа. Жестко. Ну-ка, вот картина, портрет иерарха Хемельфарта. Можно очень дорого продать. 13 всего лишь. Очень прям дорого. Прям пипец, как дорого. Слушай, а давай вот эти бумажки продадим. Зачем они мне? Я их уже читал. Они, конечно, копейки стоят, но надо инвентарь немножко почистить. Веса у них никакого. Стоит всего одну монету. Но, чтобы просто не захламлять рюкзак. А то нужные записки искать потом долго приходится. Вот те, которые я читал, они мне уже не нужны, потому что у Геральта феноменальная память. Все, что он прочитал однажды, он уже никогда не забывает. Нет-нет, мы это не продаем. Это мы не читали. Блин, как много. Столько бумаги с собой таскаю. Вот если бы Геральт срал, то можно было бы их использовать как туалетную бумагу хотя бы. Но Геральт не срёт. Так, заказ на чудище из Доброва. Почему красным? Типа не продаётся, что ли? Ну и всё вроде, да? Избавились от бумажек. А у него что-нибудь интересное есть на продажу? Нет у него ничего интересного. Всё интересное я ему продал. Хотя у него всякие изумрудные пыли есть. Всякие аметистовые пыли. Да. Короче, нахер. 59 у нас всего лишь вес. Хорошо мы так почистили у себя рюкзачок, конечно. У нас ещё очень много предметов лежат в сундуке, по-моему. Прощай. Так, ладно. Дальше идём, значит. Так, Нюра не может. Всё, красавка. Это ж ясно, как вечный огонь. Ох, что ж творится. Блин, город вообще потрясающий. Такой, знаешь, контрастный. То есть где-то всё такое красивое, аккуратное, а где-то просто вот гетто какое-то. Разруха. По-моему, это самый красивый город, который я видел в видеоиграх. Ну, в средневековом сеттинге. Так, вот мы на месте. Здорово, мужики. Не вытрёпывайтесь. Получите пару же. Будете вытрёпываться. Вот, нашёл. Кажется, это можно подвинуть. Изукрашенный ключ от сундука. А записка оставленная шпионом. Так. Торговая корпорация не может сговориться с императором относительно цены за под... Поддержу. Ладно. Купцы хотят больше влияния на востоке и юге. Не знаю, что из этого выйдет. Мы знаем слабость Хемельфарта. Подставишь ему нашу девушку на приёме у Вегельбудов. Снаряжение и деньги я доставлю в тайник в каналах Золотого Города. Посылаю ключ. Так. Забрать добычу из тайника шпионов. Чё, всё вот так вот просто? Сейчас пойду и заберу тайник. Будет неинтересно. Я надеялся, что будет какая-то интересная интрига там. Ну, может быть, всё ещё впереди. Но я сомневаюсь. Так, чё так лишканул я? Убийца. Интересно, платит ли он налог? Прямо сегодня утром моя Грета принесла вести с рыбкой. Будто в одном доме. Вот давай, не стесняйся. У меня найдёшь всё, что нужно. Едут упор. Ага. Походу, будет весело. Так. Ох ты ж, твою мать. Да что ты фризишь-то играй, ё-моё. Ты не понял. Тут, видимо, какой-то переход между локациями. Ну-ка, дай-ка проверим. Нет. А чё тогда она фризила? Ну ладно. Обмен, похоже, не удался. И всё? Три утопленника и всё? Три утопца в смысле? Торговая корпорация сорвала переговоры. Сообщите императору немедленно. На поддержку купцов рассчитывать нельзя. В плане с Хемельфартом изменений нет. С нашей стороны всё готово. Пусть только твоя девушка не подведёт. После предательства корпорации от этой операции может зависеть исход войны. Всё? На этом эта история заканчивается, что ли? Да уж... Да уж... Не так уж и весело было. Ну ладно. А куда я пошёл? Зачем? Мне сюда не надо. А бегать исследовать канализацию я не собираюсь. Под городом ещё целый город, да? Куда все делись? Я там торчал буквально, ну не знаю, там минуты две-три. Всё. Тишина. Вон только мальчонка что-то бегает. Пойдём бить чудовищ! А ты кому говоришь-то? Мне что ли? Пойдём. Ух ты! Так, ещё один пацанёнок. Какая-то странная хрень здесь происходит. Уходим отсюда. Так, дальше. Мечи и вареники. Зайти на причал после заката, чтобы встретиться с поставщиком Хатори. Такое японское имя. Ведьмак, без клинка, как горшечник без рук. Поэтому ведьмаки постоянно ищут умелых кузнецов, способных улучшить или починить орудия из смертоносного ремесла. Их смертоносного ремесла. Однажды Геральт повстречал некого Хатори, бывшего мастера мечей, который переквалифицировался в повара. Геральт решил убедить Хатори вернуться к прежнему ремеслу. Он и подумать не мог, что для того, чтобы добиться успеха, ему придётся пережить странное и изнурительное приключение, в котором будут замешаны выходцы со скеллиги, вареники, контрабандная руда и смердящие кузнечные материалы. Да? Звучит как очень интересное приключение. Высокие ставки. Это мы уже... Ага. Воровская честь. Пойдём-ка получим награду. Ладно. Мне бы сейчас, конечно, побриться не помешало. Закрыто. А как попасть в парикмахер? Здесь? Да. Сейчас красивым буду, не ругайся женщинам. Сударь, ножи, бритвы, всё наиострейшее, едва поточил. Мне бы подстричься. Как думаешь, справишься? Чё-то у него голода такие красные. Так, прическу нет, менять не хочу. Меня устраивает эта перечёска. А вот бороду надо бы сбрить. Гладко выбрить усы и бороду оставить. Ну-ка, давай посмотрим, чё это будет вообще, как выглядели. Что-то будет. Нет. Так. Пышная эспаньолка и усики. Да, короче, гладко выбрить. Нафиг. Сейчас, смотри, сразу помолодеет. А, красавчик. Он и с бородой красавчик? Но без бороды он как молодой красавчик, понимаешь? И люди не будут меня всяко обзывать. Ну-ка, сейчас, чё она скажет? О, видишь, уже не ругается. Уже не говорит, типа там, страхолюдин или как она там сказала. Так, пойдём получать бабки. Моя мамочка вам привет передавала. А, блин, я забыл ведь меч поменять. Надо поменять меч. Вот. А этот продать. Понятное дело, что меч принцессы Ксентии можно прокачать всякими там этими рунами. Вот. Но это всё-таки ненамного сделает меч сильнее, чем тот, который на 22 мощнее бьёт. Поэтому лучше поменять на новиградский. Так, никуда пошёл. Да, блин, куда меня несёт? Чё-то я неправильно хожу. Ты GPS-ник, ты издеваешься надо мной, что ли? Блин. Ну, смотри, что делает, а. Ну, это средневековые времена тогда. GPS плохо работал. Тогда спутники были очень плохие. Чего-чего-чего? Так, я видел чё-то. Я чё-то видел. А, бандитосы. Здорово, бандитосы. У меня новый меч, кстати. потрясающими ну-ка они хуже разбойников опа восклицательные значки золтан слышал что разделим веселье на двоих что этим страусом от тебя надо так в чем дело у вас проблемы в чем дело да ни в чем я просто хотел чтобы ты познакомился с моими друзьями пока они не убрались отсюда а то они как раз хотели попрощаться правда мы с тобой еще посчитаем сихивай и очень скоро что такое герцог ты вшивого мутанта испугался хочешь я его тебе прямо здесь уделаю посмотрим что у него внутри а потом велим краснолюду это сожрать хочешь в другой раз идем граф вот так вот и чтоб больше мне тут не показывались фу эх вот это я сука попал как пять крон в говно что это за типы этот надутый как рыбий пузырь герцог говорят собрался стать новым ублюдком младшим только ему для этого много чего не хватает денег влияние людей класса до всего а тут второй граф сволочь каких мало у меня волосы на жопе шевелятся как я его вижу в махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали и с подтекающей лампой что случилось то у тебя с ними какие то дела как раз наоборот видишь ли мне геральт мой старый друг ты хочешь попросить у меня помощи дело в том что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю франциску бедламу королю нищих и чтобы отдать долг я решил серьезно заняться гвинтом все лучше и лучше нет я не играю я картами занимаюсь самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам к сожалению другие об этом тоже знают я забрал отличную коллекцию не хватает только трех карт а как соберу все тут же все продам но у меня на хвосте сидят люди герцоги ну ты как геральт ну естественно я тебе помогу я мы хорошо попробуем попробуем эти карты раздобыть чего не хватает фрингилии вига и зенгрима и яна натальца их чертовски трудно достать герцог вот пытается да тоже бест то есть ты даже понятия не имеешь где их искать ну не все так плохо я готов поручиться что они есть у зада он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами только он со мной не разговаривает я уникальную карту из колоды белок перекупил лучше ты к нему сам зайди зед где-то я о нем уже слышал о важная персона в мире игроков владеет лавочкой у южной стены и спасибо геральт теперь я может и правда расплачусь с долгами не за что бывай золотым хм то есть погоди че нам опять придется играть в гвинт что ли надеюсь их можно просто выкупить эти карты или как то не знаю по другому как то их заполучить но только не надо играть в гвинт я вообще не хочу а это я подожди я че в розмарины шелфи что ли зашел ну сразу видно что это заведение лютика девушка из спаси флори а че смешного то я не понял я должна отдохнуть ясно не я сейчас не буду пусоваться с лютиком это как-нибудь потом сейчас немножко здесь просто похожу осмотрюсь на девушек а девушка симпатичная они староваты для любви в смысле ладно выходим а че выходим то нет не выходим или или выходим ладно не буду ждать до утра буду гулять под дождем под дождем тоже хорошо будь осторожен что чего чего а не знаю че за фигня не заметил так и че что подожди я прикола не понял а а вот вход закрыт че то я как то не туда пришел по моему дождь цена твою мать обратно вернулся король нищих надо постучаться где-то там а где это было то да блин я вообще уже далеко слишком ушел да я заблудился блин лучше скажи женщина как попасть король нищих не твою мать ну дождь цена твоя выше эх не повезло я не понимаю ну джипесник показывает и говорит сюда я иду сюда а здесь нихера здесь закрыто а здесь нихера здесь закрыто не работает да так а куда наверх что ли надо наверх что ли надо чёрт 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 отлил отлил бы я где-нибудь у стеночки да боюсь яйца промотор щас вот так вот не знаю обойдем чё-то я вообще прикола не понимаю сейчас нам джипесник показать немножко другую дорогу может быть реально вот так вот будет правильно да я просто круг ну я не понимаю так ладно знаешь чё походу придется помедитировать все не понимаю вообще и главное видишь вот этот маячок он показывает что я нахожусь на одном уровне с тем местом куда мне надо то есть если бы мне нужно было выше или ниже то была бы такая маленькая красненькая стрелочка показываешь или либо вверх либо вниз а тут все вроде нормально ничего не понимаю так бедного мужика выбрал надо короче искать то самое место где нужно стучаться в двери называть пароль только мне уже пароль не надо называть мне так пропустят сейчас может быть при свете дня я буду лучше видеть не явно мне не сюда блин сейчас один раз найду и потом уже будет проще да да твою мать куда я вообще пошел ой загорелся ой 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 странно наступил ногами загорелись плечи так даже не знаю блин ну просто круг навернул и все че ну давай поднимемся наверх что ли тут вообще закрыто не понимаю я играю а вот да блин вот вот же твою мать открывай а о а 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 бабки гони Часто ты работаешь с чародеями? Ты должен лучше подбирать себе людей. Рико попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Сколько, интересно. Эр Лихард какой-то получил ее? Кираса Война Фрей. Воровская честь. То есть он мне просто дал меч? Доспехи и все, что ли? Что-то я не вижу денег. А так, мы немножко осмотримся. Может, что интересненькое найдем. Так, в гвинт играют? Или в кости? А, в гвинт. Хотя, почему-то они играют в кости. Ой, да не базарьте со мной так, е-мое, по рожу получите. Вообще мало не покажется. Пошел отсюда, пошел отсюда. Куда я иду, сам не знаю. Смотрю. Интересно. Ну, прикольно. Прикольное местечко. Что-то, куда меня понесло вообще. Подожди, а где выход? А, вот. Там что-то какая-то борзая дверь. А она закрыта, и там, по-моему, вообще ничего нет. Ладно, давай уходим отсюда. Так. Чем бы еще таким заняться, интересно. Мечи, вареники. Так, вопрос жизни и смерти. Встретить Трис Мерегольд в ее убежище. Враг народа. Поговорить с охотниками за колдами перед убежищем. Ну, это, блин, так, опасная игра. Этот тоже пока отпадает. Поговорить с Лютиком, око за око. Мастер Бронник. Скачки. Среди темные силы. А где это вообще? Далеко? Так, ну-ка, 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 ну-ка. Ну, можно сюда, конечно, сгонять. Заодно, потом Краше сгонять. Ну, давайте, друзья, на этом мы эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. Нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!